Так, сегодня у нас заканчивается на Баклипо-Могово-Политвово. Как вы, сожалеете или радуетесь? И очень помещательно, что в этом году мы заканчиваем здесь дом Баклименок Токура. Здесь его в томатке находится, Баклименок Токур присутствует здесь. Баклименок Токур был особо уполномочен и преданным, чтобы восстановить движение Господа Читания. Вчера мы с вами были на журавской кунте, где Господь дитинанда открыл рынок Святого Имени. И Баклименок Токур, который описывает этот рынок в своей книге, он тебе вводит там очень простую роль. Он говорит, я просто сборник на этом рынке. Сборник – это тот, кто выметает весь мусор с этого рынка и, собственно, позволяет, чтобы рыбку продолжать функционировать. Потому что, когда рынок слишком сильно замусоривается, то движение становится забрудненным. И, в конце концов, все погружается в мусор и уже трудно понять, где чистое, где грязное. И Баклименок Токур он очистил нашу Апасампорадаю от разных ложных полкований учения Господа Читания. Он выделил 14 злорных Апасампорадаю от разных, вот, и он создал основу для будущего международного движения. Баклименок Токур написал более сотни книг, которые написаны очень таким особым интеллектуальным языком. И это очень привлекло интеллигенцию того сообщества, в котором жил Баклименок Токур. Интеллигентные люди опять очень осменили движение Санкт-Петербурга на Господа Читания. Они как бы заново посмотрели на него. Вот это было очень важно, потому что из-за Апасампорада, из-за этих ложных всех ответвлений от движения Господа Читания, фактически люди не могли оценить должным образом это движение, потому что они видели странные извращения. Были разные Апасампорадаю, например, в некоторых Апасампорадаю... В одной из Апасампорадая считалось, что когда девушку, например, выдавали знам, что мужчина должен был получить многопростат от духовного учителя, поэтому первую брачную ночь она должна была проводить в шкуру. Вот такая была, должна это просто, да, просто чтобы представляли. Конечно же, интеллигенция, которая наблюдалась на свиноке, но не думали, что это такое вообще. Это в полной дискультуре, и они не могли принять движение Санкт-Петербурга на Господа Читания, отвергали это все. Но по-каку, все это вывел и возвел опять на очень высокий уровень движение Санкт-Петербурга, на самом деле, самое высочайшее послание. Вот, и его книги очень ценили, и цели до сих пор, все долги в Ашнамы. Вот, и он был также тем, кто первый направил книги на Запад. Вот один из учеников Санкт-Петербурга рассказывал, что он нашел книгу Боргинон-Такура «Жизнь и учение Господа Читания» в одной из кабинетекций, и брал ее оттуда. Ну, нашел книгу Боргинон-Такура «Жизнь и учение Господа Читания». И сточилась совершенно не такая, это особая книга, да. Боргинон-Такура отправил ее в 1896 году. Это был год рождения Шилу-Проупады, также очень стоминательный. И Боргинон-Такур, он медитировал на то, чтобы это движение, оно как бы расширилось. В какой-то момент он понял, что ему нужен помощник, который реально двинет это движение. То есть он создал основу. Он облицал книги, но он не чувствовал себе потенциала уже, ну, как-то вот мочать активную проповедь. Или сейчас понисть, надо ее убавить, чтобы. Было нормально. И он начал молить о том, чтобы Господь послал ему луч света, то есть тот, кто осветит этот мир. Луч вишну, так, жмалову, пожалуйста, не зайди сюда. И пришел в пакистанство расхвате, как его сын. Это произошло время на Капуле. И здесь Боргинон-Такур долго медитировал на то, как ему закончить свою жизнь. И он хотел отправиться к Боргиндану, но ночью ему приснилось, как почитали, и я ему сказал, Боргиндану тоже встречу с отправлением в Боргиндану. Мы о них рассказывали уже. И вот Боргинон-Такур, имя же было лучше. Сейчас как-то звук... И Боргинон-Такур он приехал в Кишнанагар. Там он обосновался, но большую часть времени он старался проводить здесь. Это был его дом, который он купил здесь. И позже даже проложили здесь железную дорогу. Он ездил в Кишнанагар по железной дороге. Вот здесь можно видеть до сих пор эту железную дорогу. Я не знаю, ходит сейчас поезд здесь или нет. Но Боргинон-Такур он отсюда отправлялся на работе. И здесь Боргинон-Такур медитировал на то, как проявить Синавадыбам Тхану опять. В то время она была скрыта. Конечно, были какие-то описания, как Джива Госпании водил, как Митянанда водил Джива Госпании по Навадыбаме Тхану. И он собирал все эти высказывания из разных писаний. И написал книгу на подлипом Гама Махатмия, где он написал. Это на подлипом Мандала Парикрама. И также он открыл место явления Господа Читания. Именно отсюда он увидел это сияние, которое исходило от того места, где явился Господь Читания. И он спросил, при этом присутствовал один из преданных тоже там. Он говорит, ты видишь это сияние? И тот говорит, да, я вижу. И был еще один просто чиновник здесь. Он спросил, а ты видишь? Я говорю, ничего не вижу, темень полная. И тогда Паркан только понял, что да, это откровение. И он взял дегонатаз Бабаджи, здесь его тоже в Баденбурге находится. И отнес его туда, с ним пришел. И там дегонатаз Бабаджи подтвердил явление, то, что вместо явления Господа Читания находится именно там. И так молодых командов опять начало проявляться. Именно благодаря Паркану Токуру мы сейчас, собственно, посещаем все эти места. Во многом он именно возродил опять на Бадвику. И он дал указание в Акстане Старославе проводить регулярно на Бадвику Мандару Парикра. И сказал очень важную вещь, что благодаря этому Кришна Бахте распространится по всему миру. Библо! 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 Потому что мы чувствуем здесь такое вдохновение. Мы начинаем, мы как бы очень чувствуем связь с Кришном Читанием благодаря этой Парикрами. И хочется всем рассказать об этом. Хочется вам рассказать, нет? Библо! Скажем. О Господе Читании, о Бадвику Мандала Парикрами, о всех этих историях, которые здесь происходили, о том, что все отчаясь сомпрода и основных сомпрода, четырех сомпрода, все они получали дашь в Господочитании. И глубоко в сердце всегда медитируют на него. И при этом исполняют свою миссию, свою роль, побоставливая приход к Господочитанию. Вот, и в конце концов Господь Гоуранга явится здесь. И сейчас это движение распространяется по всему миру. И мы можем молить здесь в Парикрами Токура о благословениях, чтобы мы могли быть достойными продолжателями того дела, того, что и виски, которую несет эта Гаудия Вайчнаска, это прадая, и то, ради чего жил в Парикрами Токур. Вся его жизнь была посвящена тому, чтобы в конце концов мы сюда приехали. Поэтому мы в конце концов здесь, и в Парикрами Токур очень счастлив, что все, которые... Сегодня здесь видите, какая активность. Много преданных и других Парикрам. Но я хотел бы, знаете, что... Поблагодарить всех, кто принимал участие в организации в Парикрами. Это очень важно. И, конечно, мы не сможем здесь это достойно сделать. Очень мало вряд ли они, очень шумные. Столько много преданных были у нас. Но я хотел бы поблагодарить хотя бы нескольких. Это прежде всего, когда Заренос пропал, и Ниме пропал. Если вы здесь, подойдите сюда, пожалуйста. Вот, Заренос. Парикрами Токур. Прошу прощения всех преданных, кого я видел, оскорбил, или процессе менеджмента, что-то происходило. Надеюсь на ваше благословение, пожалуйста, преданных. Представите, что мы с Родовенотом достигли высшего совершенства жизни. Кришна Трема. АПЛОДИСМЕНТЫ Я на самом деле хотел поблагодарить всех преданных, которые смогли не брать на себя ответственность над Парикрами. Но у нас действительно мало времени, и я в большей степени хотел поблагодарить тех, кто сделал так, чтобы это Парикрам состоялось. Парикрами Токур. Парикрами Токур. Парикрами Токур. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что большинство из вас пришли на этот парикрам, потому что вы услышали их вдохновляющие речи. Спасибо большое. Приходите, несмотря на то, что есть они, может. Кто придет в следующем году? Поднимите руки. Приводите еще пять друзей с тобой. Спасибо большое. Это очень было замечательно. Парикрама одна из самых лучших, на которых я участвовал и хотел... Я. Я тоже. Давайте сделаем... Вы опытные и преданные, вы же опытные, по крайней мере одну точно парикраму пришли. И мы нуждаемся, чтобы вы пришли в следующий год и помогли новым преданным пройти за парикраму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, к сожалению, времени мало, но так или иначе, я сегодня не хотел рассказывать, какие здесь исторические, биографические пакты и жизни Баскеринона. На самом деле, что Баскеринон отмечает, что его отец, Баскеринон Сатур, проявлял преданность Господу в настроении именно города Дархара. И мы можем попытаться понять, что за любовь между городом Дархаром. Во всех наших храмах, как правило, все группа, за всем настроение, них Бог, Нисянанга, Нитай, Гуранга. Да, но здесь город Казахара и Казахара, у своих жителей у него руки, вот, что это означает? Да, он дается в сиранище, в безграничную, милую, Казахару. И в читании этих самых, где есть описание его любви, хирургии, Казахара. Песня. Казахара. Песня. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok